На выставке представлено очень много городов и стран. Каждый завлекает туристов как только могут. Например, китайцы предлагают, что называется, не отходя от кассы, сделать татуаж бровей, массаж и даже иглоукалывание. Я посмотрела на работы уже на другой девушке, мне очень понравилось. И вот поэтому решилась. Так бы, наверное, не рискнула, но на самом деле видно, что работают действительно профессионалы. Так проходит очередная 21-я туристская выставка ПИТЭ. Здесь представлены 10 стран и 12 дальневосточных регионов. Каждые приехали со своими визитными карточками, благодаря которым надеются завлечь туристов. Мало того, что на выставке дают множество сувенирной продукции, так здесь еще, например, в палатке Индии предлагают сделать мехенди. Пойдемте посмотрим, как это все происходит. Я рисую кной. Это искусство называется мехенди. Индии пришло с восточных стран, не только из Индии, но вот в Индии. Мы пользовались сначала, чтобы охлаждать кожу, а потом увидели, что оно рисует. И теперь Европа перешла и рисуют сейчас по всему миру. В то время, как гостям выставки демонстрировали достоинства различных стран и регионов России, участники туристского форума обсуждали глобальные вопросы. Один из них касался развития дальневосточного потенциала в сфере туризма. Представители Приморского и Хабаровского краев, Иркутска, Магадана, Якутия, Сахалина, Камчатки и Чукотки отчитывались перед московским начальством по своим туристическим направлениям. Ведь совсем недавно все перечисленные субъекты объединились в один национальный проект – Восточное кольцо России. Это целый глобальный культурно-исторический проект, который включает в себя абсолютно все. И природные заповедники, и точки показа, и археологию, и в конце концов конкретные туристические маршруты. Представители турсферы сошлись на том, что красивых, интересных, а главное востребованных среди путешественников мест достаточно много. Но вот добраться до них весьма проблематично. Во-первых, до сих пор не везде существует дорожное покрытие, а во-вторых, передвижение по России было и остается дорогостоящим удовольствием для потребителя. В пример привели бренд Дальнего Востока – Курильские острова. Чтобы добраться до них с самой ближайшей точки, а именно с Южно-Сахалинска, придется заплатить 30 тысяч рублей. Так остро, как на Дальнем Востоке, этот вопрос не ставится в других регионах. Все-таки, если мы говорим о Центральной России, мы с вами понимаем, что мы можем добраться на машине, на автобусе, по воде и так далее. То есть эта проблема особенно остро стоит на территории Дальнего Востока. Проблема дорогих перелетов по России не нова, но почему-то внимание на нее обратили только в последнее время. Представитель Минкультуры объяснила, что им хочется развивать именно внутренний туризм. А сегодня в большинстве перечисленных регионов главные путешественники – это китайцы. На круглом столе решили так – выявить приоритетные направления для туристов и именно по ним добиваться субсидированных тарифов от авиакомпаний. Конкретных сроков, когда внутренний туризм станет доступным гражданину со средней зарплатой, пока, разумеется, не называют. Наша задача, безусловно, максимально минимизировать эти расходы. Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед Министерством транспорта. Что касается закона о свободном порте Владивосток, его, казалось, хотели обойти стороной. Правда, представители турбизнеса обмолвились, что в связи с запуском этого проекта в крупных объектах Владивостока планируют разместить магазины дьюти-фри. По их мнению, Приморская столица полностью готова к новому статусу и уже скоро примет первых безвизовых туристов. С 1 августа текущего года данный режим, пункти пропуска Международный аэропорт Кневич будет введен. Далее эта практика будет перенесена на иные пункты пропуска свободного порта Владивостока. К слову, Владивостоку уже есть, что показать туристам. На выставке ПИТЭ наш город представили отдельным стендом, где собрали самые интересные маршруты, экскурсии и локации. Многие просто про это не знают. Поэтому мы решили в этом году собрать вот такие организации, чтобы они смогли непосредственно пообщаться с участниками-посетителями выставки. Причем мы надеемся, что не только иностранцы, а главным образом гости и жители Владивостока смогут узнать о тех видах досуга, которые у нас есть и которые мы стремимся вместе с нашими партнерами развивать. Туристская выставка ПИТЭ будет проходить во Владивостоке до 21 мая на базе кампуса ДВФУ. Жителей и гостей города ожидает насыщенная развлекательная и экскурсионная программы «Вход свободный». Ирина Макрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.